Здравствуйте, меня зовут Григорьева Ольга Валерьевна. Я учитель истории и общества знаний гимназии номер 8 города Ангарска. Я с большим интересом и удовольствием принимаю участие в конкурсе краеведов, работающих с молодежью. Работа по воспитанию и посвящению молодежи в области истории родного края состоит из создания поликультурного пространства, а именно работа с учениками, выстроенная по принципу образовательного, воспитательного и социокультурного пространства, потому что невозможно отделить образовательный процесс от процесса воспитания. Мною были написаны и утверждены на муниципальном экспертном совете несколько программ. Например, история Сибири, развитие учебных и универсальных действий через постановку учебных задач и заданий, а также программа универочной деятельности «Волонтеры праведы». Программа истории и развития учебных и универсальных действий через постановку учебных задач и заданий к тому же была опубликована на сайте просвещения. Ученики находятся в образовательной и воспитательной среде, где формирование учебных и универсальных действий происходит в процессе изучения родного края. и участие в волонтерском движении «Историко-культурного направления». Результатом данной практики является участие и победы в региональных и федеральных конкурсах и научно-практических конференциях, а также активное участие в волонтерском движении и работа в музее ГОДР «Ангарском музее Победы». На первом этапе обучающиеся проходили обучение с использованием программы развития универсальных учебных действий через постановку учебных задач и заданий. Это способствовало повышению эффективности освоения учащимся основной обязательной программы. Кроме этого, это способствовало формированию у обучающихся основ культуры, исследовательской и проектной деятельности, навыков, разработки и реализации общественных проектов, а также росту интереса к истории родного края и истории Сибири. На втором этапе ученики перешли к непосредственному изучению истории Сибири, в которой в программе по изучению истории Сибири была искусно вплетена программа развития учебных универсальных действий через постановку учебных задач и заданий. Чему способствовало изучение истории родного края, безусловно, начиная с древнейших времен до современности? Кроме этого, у учащихся формируются определенные методы, навыки работы с исследовательской деятельностью, сбор кровеческого материала, побуждение интереса к родословной своей семье, но и плюс ко всему формируются навыки работы посредительской работы по изучению истории родного края. В рамках изучаемого курса мной были разработаны уроки, к ним технологические карты, презентации, необходимые материалы для изучения курса истории Сибири. На третьем этапе полученные издания закреплялись в ходе практической деятельности. Ученики были вовлечены в волонтерское движение историко-культурного направления. Это способствовала третья программа, написанная волонтером Победы. На данном этапе ученики добровольно трудились с целью сохранения исторического культурного наследия города. Они работали в архивах Музея Победы города Ангарска, читали лекции для других учащихся, участвовали в монтаже и демонтаже экспозиции. Это способствовало формированию определенной патриотической и гражданской позиции, формированию нравственных и коммуникативных качеств. К 75-летию Великой Победы мы подошли заранее, готовились к этому празднику действительно с большой ответственностью. В частности, мы предварительно работали в архивах. Дети с большим интересом помогали тем, кто обращались за помощью в Музее Победы. Ну, например, восстановить данные, которые хранились в архиве, или найти, в принципе, хотя бы хоть какие-то сведения о родственниках, которые ушли на фронт и, к сожалению, не вернулись. Была продолжена работа по совершенствованию навыков написания исследовательских работ. Героями исследовательских работ моих учеников стали их родные и близкие, которые либо воевали, либо работали в годы войны, либо были детьми войны. Да не важно, какая тема. Важно, что это люди, которые прошли войну. Огромная благодарность. Бессмертная. Нам помешала пандемия. Конечно, предполагалась защита этих проектов очная, но, к сожалению, мы ушли в другой формат. Но мы не остановили работу. Мы продолжили работу в условиях онлайн-режима. И защита исследовательских проектов прошла в виде видеоконференции. А в день Победы мои ученики примкнули к акции свеча памяти. Каждый ребенок зажег свечу, посвященную данному великому событию. 12 мая 2020 года в эту работу я вовлекла не только своих учеников, но и учеников из других школ. В частности, мной было разработано положение и реализована первая муниципальная видеоконференция, посвященная Великой Отечественной войне, галерея славы. Галерея славы, эта видеоконференция, прошла для обучающихся 5-8 классов. Во время конференции участники, причем присутствовали дети из 17 школ, рассказывали о своих родных и близких. Тематика была разная абсолютно. Это были дети войны, дети культуры, военные действия. Главное, что с большим интересом дети участвовали в данной видеоконференции. Мы переподгружались три раза, потому что участие было активное, участников было много. И один участник мог рассказывать практически о трех и четырех своих родных и близких, которые прошли годы Великой Отечественной войны. В дальнейшем я планирую продолжить работу, конечно, активную, работу по изучению истории Сибири. Кроме этого, чем старше будут дети, тем интенсивнее будет работа. В частности, мной написана еще одна программа, которая сейчас находится в стадии экспертизы. Это социальная практика в рамках изучения истории Сибири, где дети будут непосредственно работать уже не только в рамках одного города, одного музея, а в принципе мы планируем выйти на сотрудничество с музеями Иркутской области. Мы уже практиковали подобные действия, но теперь это должно быть более масштабным. Как результат данной социальной практики, это, конечно, будет написание исследовательской работы. Причем тематика должна быть определена учеником самостоятельно. Он сам должен решить, о какой теме он будет писать. Главное, чтобы эта тема была в рамках истории Сибири. Спасибо большое за внимание. Я надеюсь, вы оцените мой скромный труд.